Хвалынск в эти дни стал столицей туризма. В этом городке уже в пятый раз проходит Туриада. Это туристский слёт, на который собрались участники со всего Приволжского федерального округа. И некоторые спортсмены приехали в Балаково. По традиции в нашем городе на бурлилке Оросительного канала проходит водный этап туристского слёта. И в течение трёх дней у нас проводятся состязания на каяках и парных катамаранах. Дистанция третьего класса довольно-таки, ну, она не то что сложная, но технически, ну, где-то поставленная техническая дистанция, на которой, ну, молодым дочкам отрабатывать, как бы, дистанцию всё, прохождение ворот. На водный этап приехали спортсмены из 14 регионов ПФР. В каждой области ранее проходил отбор лучших грибцов из секций водного слалома и туризма. Они и представляют сейчас свои регионы на Туриаде. Сегодня катамаран двойка катается, вчера проходил на каяках соревнования. Завтра будет командная гонка, то есть это будет и каяк, и китамаран, то есть будет со спа с работами, со всем, то есть, с переворотами. Друга спасать должны, ну, как бы, то есть. Ну, и командная гонка приблизилась к походным условиям, то есть, походы кто бывает, и перевороты, как бы, и вот команда должна уметь другу помочь, спасти, как бы, и дальше продолжить движение перед станцией. Несмотря на то, что погода вчера, да и сегодня не очень-то тёплая, это не портит ни настроение спортсменам, ни впечатление от самих соревнований. Ну, и вода, она всегда холодная. Сегодня хорошо, вчера немножечко обидно было, то, что дождь был, слякоть, грязь, фу. А так, сегодня погода хорошая, надеюсь, что она останется до конца Туриады. Самое сложное – это сориентироваться, что конкретно нужно делать, чтобы не ошибиться, ну, чтобы допустить как можно меньше ошибок, а лучше вообще не допускать. В этом году на площадке Туриады собрались победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму из всех регионов округа. Около 700 человек. И водный этап в Балакове – это лишь часть заданий, с которыми предстоит справиться ребятам. Участники лагеря продемонстрируют свою физическую выносливость, знания о туризме и истории родного края, а также познакомятся с достопримечательностями других регионов ПФО.